В Целиноградском районе Акмолинской области растут объемы строительства. Только в одном селе Акмол построили десятки домов, новую мечеть и ряд социальных объектов. Возводить многоэтажные дома продолжают и в этом году. О переменных и планах региона расскажет наш корреспондент Сауле Кусаинова. В этом доме в селе Акмол будут жить учителя, медики и другие очередники. Новый 60-квартирный дом – результат трехстороннего сотрудничества. Акимат выделил землю и создал инфраструктуру. Строительная компания вложила средства и рабочие силы. Жилстройбербанк занимается распределением квартир. Начали мы строительство в мае 2017 года. Планируем закончить во втором квартале 2018 года. Общая площадь строительства жилого дома около 3000 квадратов. Пятиэтажный жилой дом полностью будет с нашего казахстанского материала. Это вот именно первый такой меморандум подписан о сотрудничестве, который сейчас по программе «Доступное жилье». Мы входим в развитие районного центра. За последние 10 лет в районе построены десятки домов и социальных объектов. В 52 селах открыты 17 школ и садов, 11 врачебных амбулаторий, медпунктов и центральная поликлиника. Они строятся по комплексному плану социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане. В 2007 году в районном центре функционировало всего 3 детских сада. На сегодня функционирует 51 детских садов. Построено в 8 населенных пунктах сети водоснабжения общей протяженностью 472 километра, 19 километров магистральных сетей водоснабжения. Также были построены объекты электроснабжения в 8 населенных пунктах. Будет построено до 2020 года еще 5 школ. В этом году разрабатывается проект документации для строительства 15 детских садов. Жители сел радуются переменам. Особенно активны общественные советы и ветеранские организации. Многие события произошли с их помощью. Такое строительство, такие дома, как видите, больницы, школы, детские сады, спортивные стадионы – это очень радует нас. То, что наша молодежь уже увлечена действительно жизнью, которая приносит народу благополучие. Я считаю, что я рада, что я прожила здесь 54 года и вижу, что с каждым днем, с каждым часом районный центр растет, улучшается. Целиноградцы говорят, это только начало позитивных перемен. В ближайших планах – обеспечение качественной питьевой водой жителей 24 населенных пунктов, обновление электроснабжения в 8 и замена улично-дорожного полотна в 17 селах. Сауле Кусейнова, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.